Транзит В этом регионе всегда как-то было принято возить все машинами. Железная дорога иранская, все знают, что она в основном одноколейная, вагонов не хватает, тепловозов не хватает, они покупают. Со временем, когда построят Казвин, Решет, Астара железную дорогу, мы все ожидаем, что поток груза увеличится. Грузы, год назад азербайджанские железные дороги выкупили, я понимаю, на 25 лет Астару иранскую, и сейчас стали там строить зернохранилища, склады, грузы уже туда пошли. Мы должны помнить, что мы все обслуживаем экспортеров и импортеров, то есть покупателей груза и продавцов. И никогда на этих встречах я ни разу никогда не видел человека, который что-то покупает в Индии, в Москву, или наоборот. Все возят обычные грузы контейнерами через Суэц, там за 30 дней максимум, за 1200 долларов. Когда я начинаю считать из Индии через Иран, я всегда сталкиваюсь с такими проблемами, как в Иране нет большой организации, которая бы, крупная, отвечала бы по договору за ставки, за длительность ставки. Например, все перевозчики авто мне дают ставку на неделю. Но о каких проектах на год я могу говорить, если ставка у меня действует только неделю. Когда Рено собиралось возить автоваз в Иран на сборку, мы выбили три месяца действия ставки, но она была явно завышенная. Французам это очень не понравилось. Они пытались свои европейские какие-то нормы привести на этот иранский рынок, но ничего не получилось. Вот сейчас, когда объявлены санкции, я считаю, что есть возможность этот коридор сильно развить, потому что Бандарабас закрыт для большинства судов. Никто не хочет вывозить оттуда битум, тот же карбамид из Туркменистана. И никто не хочет завозить те же грузы. Поэтому используются варианты кривые. В Джабеля-Али привозятся грузы, в Мерсин привозятся грузы. То есть идут всякие девиации, лишь бы, так сказать, обмануть кого-то. Поэтому этот коридор действительно может сейчас послужить очень хорошим толщком для развития торговли.